Ой, умоталась я в этом городе. Продуктов накупила целый пакет. Теперь можно целую неделю никуда не выезжать. Ну а ты, моя ласточка, отдыхай. Сегодня наездилась. Всё, пойду домой. Фух, столько продуктов. То, что раскладывала минут 30, наверное. Ладно, сейчас немножечко посижу. Надо зачилиться, посмотреть, что там по телевизору вообще сегодня показывают. Это что? За срамота такая? Так, короче, 5 способов, как можно затроллить Шедимена. Берёшь телефончик, сидишь вот так вот на унитазике и включаешь вот этот музончик. Ё-моё, Тимка, ты надоел уже. Выключи эту дурацкую музыку, она у меня в голове уже... Ай. Она у меня каждый день уже в голове звенит. И давай уже из туалета вылезай оттуда. Сколько можно сидеть там уже? Я, короче, ноутбук нифига не могу найти. Я, походу, его там. В доме бабки Алки оставил, когда мы с тобой туда на ночлежку ездили. Ёперный, ну как так можно было? У меня там... Мы столько времени сейчас еще на эту потеряем, пока доедем до туда. Тимка, давай вылезай, говорю. Ладно, ладно, всё, я тут это выхожу. Сейчас, секундочку. Короче, это... Последний раз включаю и всё. Ай, ё-моё, я сейчас с ума сойду от этой музыки дурацкой, пожалуйста. Ё-моё. Короче, я тебя на улице жду. Всё, надоел уже. Друзья, приём-приём, на связи Шэдди Мэн. Добро пожаловать в новый видеоролик. Ну что же, если вас тоже уже достала вот эта мелодия, вот эта скибиди доп-доп, я съезд, короче, поставьте просто лайк под этим роликом. У меня реально башка... Вот, не голова, вот, прошу прощения, но реально башка уже взрывается просто от этого звука, как только я его слышу. В общем, да, нужно это безумие скорее уже останавливать. Вот, и как только поставил лайк, обязательно не забывайте. Забудь нажать на кнопку подписаться. Нет, ну он меня... Я уже постарею уже скоро, пока он там... Тимка, давай вылезай скорее! Поехали туда-сюда, сгоняем до её дома и вернёмся назад. Скорей выйдем, скорее, это, вернёмся и всё. Ладно, всё-всё, я выхожу. Да, жизнь, конечно. Да, уже темно на улице стало. А кто виноват? Не надо было в туалете всё это время сидеть. Ой. А чё это там такое? Это что там у неё пожар, что ли, в доме происходит? Это что такое? Я не знаю, Тимка. Так, погоди. Слушай, моего дедушки, если что, дома нет. То есть он, по сути, если его даже спросить, что там случилось, он даже... Побежали, короче, скорее, чё я стою-то на месте? Давай, давай. Я тоже не знаю, чё ты встал, как в копиной вообще. Ай, ё-моё, Тимка, может быть, если бы ты там в туалете со своим скибиди-доп-доп-ес-ес не сидел бы, вот это бы всего бы не прошло и пожар бы и не было никакого. Да чё, да всё, хорош уже. Тимка, видишь, что произошло, то произошло. Эй, бабка Алка, вы дома? М-м-м, бабуля! Так, Тимка, давай это, смотри, только не подпали себя. Ой, а чё это у неё тут у машины даже колёс нет? Вместо колёс кирпичи и стоят. Я видел, я помню, я когда совсем ещё малым был, во всех дворах почему-то тырили колёса, вот, и чтоб машина, короче, не проседала, её на кирпичи ставили. А, кстати, я тоже такое помню. Было такое дело. Да, колёса воровали. Ладно, бабка! Ой, Тимка, это чё такое? Это что, гигантский туалет, что ли? Гигантский туалет, да, это гигантский туалет! Только скажи мне, пожалуйста, как это вообще всё связано? У нас тут бабка Алка, пожарим в её доме, и тут стоит этот туалет. Только не смей сейчас эту музыку включать. Да что ж так, ну ладно, не буду, да что такое-то? Так, ничего, всё, подумаешь, туалет. Пойдём внутрь, зайдём. Бабка Алка, вы тут, где вы находитесь? Отзовитесь, кто-нибудь живой вообще остался или нет? Кто-нибудь! Тимка, у меня ноутбук, походу, сгорел. Ну ладно, новый купишь. А не, не сгорел, Тимка, он здесь, короче, в нашей комнате, где мы с тобой ночевали. Помнишь тогда, когда оставались 24 часа с этой бабкой? Да, помню. Ну всё, цел, жив, орёл, поехали назад. Какой назад поехали, в смысле? Тебя не смущает то, что у неё половины дома тут не осталось? Надо разобраться сначала, что случилось. Ну и вправду, ты прав. Хм, ещё бы. Так, ладно, темнеет, правда, на улице, и всё равно целый день убили на это. Пока тут катались, вот это всё с тобой изведывали. Короче, я предлагаю дедушку дождаться, может быть, он поехал как раз-таки по этому поводу. Типа там помощь, позвать, либо ещё что-нибудь. Ну реально, типа, я вообще не понимаю, что могло произойти за это время. О! Ты чего? Тимка! Что это? Ого! Это кто эта музыка включил? Никто не включал, иди сюда на улицу, смотри, что здесь происходит вообще. Хотя зачем смотреть, Тимка, быстрее, валим отсюда! Выходи из машины, выходи! Да я вышел уже с Эдем, успокойся. Давай быстрее, за мной, домой, быстро. Двери все закрываем, окна все закрываем, и ни в коем случае на улицу не выходи. Да ты чё так сполыхнулся-то? В смысле чё, тебя не смущает то, что там эта бабка Алка стала с кипди бабкой Алкой туалетом и не знаю чем ещё? Хотя ты прав. Слушай, я просто не придал этому значению. Ну ты прикалываешься, что ли? Ты в своём телефоне сидишь, у тебя, походу, вообще связь с реальностью потерялась. Давай за мной скорей. Ё-моё, теперь я реально бояться начинаю. Давай сюда, за шкаф встанем. Всё, тихо, нет звука, понял? Всё-всё, я тихо стою. Сейчас ещё все эти окна закрою. Оно просто так, это не пройдёт, я тебе уверяю. А всё, у меня больше жалюзи нигде нет. Всё, тихо. Да может быть она какой-то троллинг устроила? Ну типа специально переоделась в этот костюм там и так далее. Слушай, мне кажется, люди такого возраста, ну, как бы... Короче, только молодёжь, так скажем, понимает вот эти все троллинги, вот эти вот всякие мемы там и так далее. А мне кажется, она увидела, знаешь, эту штуковину, если бы она увидела. Мне кажется, она бы просто освирепила там и... Да, в общем, а вдруг она увидела, кстати, из-за этого такое и стало. Да откуда? Она даже телефоном пользоваться толком не умеет. И то правда на самом деле. Это что? Это гудок какой-то. Ты чё, звонишь чё ли кому-то? Я никому не звоню. Да я тоже никому не звоню. Тихо. Это чё такое? Я не знаю, Шедя. Мне сейчас реально прямо страшно становится. Тихо. Всё, ни слова. Может свет выключить? Нет, свет не надо выключать. У нас наоборот свет включён был. Если мы сейчас с тобой начнём выключать, это... Тот, кто там стоит или в дверь стучит, он наоборот поймёт то, что как раз-таки дома кто-то есть. Ну да, ты прав. А так получается, он что, подумает то, что мы типа уехали и свет забыли выключить? Ну да. Хотя нет, как он подумает этот кто-то, то, что мы уехали, если мы машину оставили прямо там. Вот косяк, конечно. А что это, если это она? Надеюсь, что нет, Тимка. Блять, тихо. Ну давайте уже открывайте. Ой. Это кто? Это капитан. Капитан, это вы что ли? Ё-моё. Да я, Шэдди, я. Извини то, что так поздно, я тебе что-то звонить начал, у меня какой-то гудок пошёл из туалета, говорю, из этого из телефона. Короче, срочно помощь твоя нужна, извини то, что так поздно. Колёса нужны на машину, две штуки, представляешь, кто-то стырил и кирпичи поставил. Ого. Шэдди, а помнишь, сегодня мы с тобой ездили, там то же самое было? Куда это вы ездили, где то же самое? Да, капитан, тут, короче, такое дело, вы, кстати, когда по улице сейчас... А вы пешком? Ну, ну да, пешком. Ммм, в общем, ничего не замечали на улице, там такого странного, не знаю, либо ещё что-нибудь? Ммм, да нет, ничего такого не было, что? А, ну машина у вас стоит там на улице прямо, вот это, конечно, странно, я не знаю. Это да. Ладно, ну не увидели, так не видели. Ладно, сейчас я посмотрю на складе колёса. Фух, ладно, капитан, походу, ничего не заметил. Хотя, знаю, я даже вот думаю, стоит ли ему это говорить вообще или нет. Так, какие ему колёса нужны? У меня тут все колёса разные. Хотя нет, вот, 21-0, это 21-0-8, это 23-47. Но вот эти хотя бы визуальные максимально похожи друг на друга, так что я думаю то, что эти колёса ему подойдут. Вот. Так, ладно. Короче, капитан, тут как бы это... Такое дело просто было? Это что такое ещё? Шеди, неужели оно началось? Капитан, давайте сюда скорее, заходите домой. В конце концов, вы мне можете объяснить, что происходит? Почему эта дурацкая мелодия снова откуда-то появляется? Шеди, я думаю, то, что у тебя получше получится объяснить. Эм, ну, да, капитан, короче, тут такое дело. В общем, мы сегодня ездили к бабке Алке днём, и она стала с кибиде туалетом с красными глазами. Да, бабка Алка стала с кибиде туалетом. Чего? Вы чё, тут совсем, что ли, дышались чем-то, либо ещё что-то? Надуло у вас, что ли? Ну, кстати, по поводу надуло. Сейчас, капитан, секунду, я, по-моему, гараж не закрыл. Сейчас, секундочку. Да, капитан, и мы вам правда говорим. Мы сами в это не поверили. Мы приезжаем, у неё дом полыхает. И да, кстати, у неё колёс тоже на машине не было. И кирпичи прям под передние поставили. Вот прям как вы рассказываете. Да, 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 вот правда. Ничего себе. Ё-моё, я теперь на улицу боюсь выходить. У меня же оружия даже с собой нет. Так, на улицу выходить не надо будет. Тимка, капитан, давайте договоримся. Я сейчас выйду на улицу, я до лаборатории быстро сбегаю, проверю, что у меня тут на складе есть. Я видеокамеры везде расставлю, мы с вами будем по видеокамерам наблюдать, окей? А что, нормальная идея? Ну, в принципе, лады, пойдёт. Всё, давайте, ждите тут. Если что, то это. Ну, сейчас я вам наберу, мы будем с вами всё время на связи. Сейчас я еды тут только возьму. Вы, кстати, это, есть не хотите? Не, я не хочу, я не голоден. Да я тоже. Ну и я, на самом деле, я чуть-чуть буквально голоден, хотя обычно, когда экстренные вот такие вот ситуации, напряжённый голод, вернее, желание есть, прям отбивает максимально быстро, да. Так, ё-моё, у меня камер здесь нет, я так и знал, придётся до лаборатории пешком прям по улице бежать. Ребят, короче, мне придётся это, пешком по улице бежать. Вы тут как, останетесь нормально? Да нормально всё, не переживай. Я наберу сейчас. Ага, ждём тогда. Так, сразу набираем по телефону. Ой. Чё там? Я, нет, мы тут это, кодовый звук придумываем. А, понятно. Чего? Так. Ну и чё? Алло, да, это капитан. Эээ, Тимка, я тоже подключился. Слышно нас? Да, ребят, всё слышно. Всё, давайте, если что, говорите, у нас с вами, так скажем, прям как по рации связь, мы всё время друг друга слышим, и... Да. Вот. Так, ладно, пока, короче, Тимка с капитаном находятся дома. Я сейчас попытаюсь найти камеры видеонаблюдения, я точно помню, что они были где-то... Стоп, а где они были, кстати? Они были либо... Нет, они были в нашей комнате, да, вот в этом подземном бункере. Сто процентов. Если она появится... Ну, я надеюсь, то, что она не появится, хотя вот звук этот был уже, эта мелодия уже один раз играла, и... Мне это прям совсем не нравится. Так, о, кстати, тут даже оружие есть. Может им это, оружие раздать хотя бы, я не знаю. А что, можно было бы, кстати, на всякий случай. Сейчас я возьму, чтобы всем обязательно хватило. Ой, Тимка, давай в сторону, в сторону. Капитан, давайте сюда, выбегайте, выбегайте. Ребят, что у вас там происходит, алё? Вы слышите меня? Что это было? Куда они побежали-то? Ребята, алё? Вы слышите меня? Нет, ну я просто фигею. Ну, договорились, то, что мы на связи. Хотя да. У них же там как будто бы что-то случилось. Ё-моё. А, ну у меня же это оружие с собой есть. Так. Жалюзи, двери, всё закрыто. Либо они не покидали дом, либо они просто выбежали и закрыли всё за собой. Ребят, вы тут? Капитан? Тимка? Это я, Шэдди. Телефоны их лежат. Чего это они побежали-то? Ничего не понимаю. Тимка! Капитан, вы где? Чё за фигня? Этого ещё не хватало. Уж они где-то в подземке сидят. Только чё, они испугались так сильно. Тимка? Ребят? Ух, ё-моё. Лошади, это ты? Это я. Вы чё молчите? Я кричу, кричу вас. Да там. Мы стоим. Короче, решаем немножечко посмотреть. Ну, уже люди приоткрыть, приоткрываем. А там вот этот унитаз стоит, короче, с красными глазами. Вот эта бабкалка, которая с кибиди. Да-да. Но как увидел, у нас телефоны из рук попадали. И всё, вы побежали сразу вниз сюда. А, она, она, она... Ё-моё, она сама куда пропала? Она? Не знаю. Мы когда потом ещё раз повторно открыли... Какой повторно? Мы сразу убежали и всё, больше не открывали ничего. Мы открыли и закрыли потом. Понятно. Ладно, телефоны свои возьмите. Я вам сейчас оружку принёс. Только смотрите аккуратней. Всё. Вы тогда здесь пока что будьте. Вот. Созванивайтесь только в крайнем случае. Вот, пока что без связи будем. Я на улицу сейчас выйду. Если со мной что-то тоже будет происходить, я сам наберу. Сейчас камеры поставлю, вернусь к вам. Будем отсюда смотреть, что на улице творится. Ладно. Ты только аккуратней. Она точно там была, я тебе говорю. Хорошо, понял. Сейчас, я быстро, я быстро. Мне самому особо там бегать не хочется. Так, значит, они говорят то, что она уже где-то прям вот здесь была, да? Она стояла где-то, значит, возле вот этой стены. И если они приоткрыли жалюзи, и там она была, то да. Получается, что она где-то прям очень близко. Ладно. Ё-моё, стоп! А где у меня планшетник-то с этими, с камерами? Я чего, не взял, что ли? Вот и всё, вот и всё. Так, все камеры поставил. Фух. Ну что вы, как? Порядок. У нас тишина. А у тебя как? Тоже тишина. На улице пока что всё тихо. Ладно. Всё, сидим здесь тогда? Фух. Я буду следить. А вы, если что, периодически просматривайте вот этот подземный проход между домами. И всё остальное. Так, четыре камеры только успел поставить. В общем, ладно. Я думаю, тоже такого количества хватит, в принципе. Так. Стоп. Только что же никого не было. Ребят, я вижу её. Да ладно. И что, как она? Ээээ, как думаешь, насколько она сильная? Ребят, трудно сказать. Их там, она там не одна. В смысле, сколько? Ну, как бы унитаз один, а их самих четыре получается. Твою-то налево. Да ты чего? Как мы будем с ними справляться-то? Я думаю, что справимся. У нас с вами оружие как-никак есть. Только она прямо возле машины находится сейчас. Ну, они, вернее, я не знаю, даже вот так. Они, наверное, правильнее будут сказать. Ядрёнский-батонский. Абсолютно верно подмечено. Короче, будем делать так. Пока они не успели там ничего натворить, нам с вами нужно по-тихому выйти на задний двор моего дома. Мы сейчас с вами сначала поднимемся на вертолётную площадку, и нам придётся спрыгнуть вниз потом. Ну, придётся так придётся, пойдём. Да, я готов. Давай шить аккуратнее. Угу. Сейчас, всё нормально. Опа, всё через окно. Отлично. Теперь что будем делать? Ну, теперь нам с вами нужно... Что нужно? Попытаться её завалить. Как так-то? Да что, это же бабка Алка. Ну, это как бы не совсем бабка Алка, но... Знаете, мне кажется, если мы её завалим, то... Как бы она избавится от этой заразы, что ли, либо что-то типа этого. А, она типа как этот, что ли? Как будто в неё какой-то мутант сейчас селился. Ну, типа того получается. Ну, я готов тогда. Всё, давайте за мной. Пойдёмте. Она вон там стоит, прямо возле машины. Вы её ещё сразу увидите. Да мы уж успели посмотреть на неё, пока на крыше стояли. Давайте, давайте. Только не спешите, главное. И тут главное одновременно действовать. Когда мы одновременно с вами начнём палить, эффект намного-намного усилится. Понятно, понятно. Но я ваши ролики смотрел, я знаю. Всё, вперёд, вперёд. Да, ребят, давайте. Стреляйте в них. Не прекращать, только самое главное. Так, я в каждой полевой части попробую обойти. Чё-то они какие-то живучие прям. Согласен, они живучие, действительно. Надеюсь, то, что получится всё-таки всё сделать. Я к вам их, а вы давайте их ко мне. Ага, готово. О, минус один, я только что видел. Да, да, отлетела уже. Минус два, минус три. Минус четыре. Всё, со всеми справились. Ну и делов-то, ха, легко. Легко-то легко. Легко получилось, потому что мы с вами только что всё сообща сделали. А если бы мы с вами действовали, так скажем, каждый как-нибудь по-своему, как хотел, то оно бы так не получилось. Это точно, это точно. Ну что, теперь настало время узнать, где же настоящая бабкалка. Ну да. Нужно туда снова к ней домой ехать. Мне после этого вообще к ней ехать больше не хочется. Мне тоже. Друзья, ну что же, мы будем на этом заканчивать. Вот такая вот сегодня получилась история. В общем, этот тренд со скибиди-туалетом, он просто всем, видимо, в голову вселяется, и даже бабкалка подверглась этому тренду. В общем, на связи был Шадимен, а также Капитан и Тимка. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике, и всем пока-пока. Да, всем до скорого. Да, всем пока.